Детские вести 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 нет и подружки. В первое время он с интересом общался с другими обитателями зоопарка, но потом подружился с людьми и теперь не устает их радовать своим покладистым характером и веселым нравом. Если говорить про характер него, то характер у Тарка, ну, наверное, очень добрый, это удивительно, да, то есть абсолютно как у нормального домашнего животного, то есть абсолютно такой же характер. Наверное, как у собаки или кота, то есть он любит полоскаться, прижаться, он любит пообщаться, ну, понятно, к тем, кто он знает, вот, вот, любит что-нибудь вкусненькое, любит побегать, поиграть, игривый характер достаточно. Своя вега Тарка будет сбрасывать до апреля, а потом начнет отрасывать их заново. Растут вега очень быстро, за день они прибавляют до 5 сантиметров, это нужно для того, чтобы к началу зимы на голове у Тарка вновь появилась ковена. Только на этот раз отрасков у нее будет на один больше, ведь олень станет на год старше. Специально для детских вестей Анастасии Чемедвенова. Народные приметы гласят, что в этом году нельзя жениться, переезжать, заводить домашних животных и собирать грибы. Почему? Потому что 2020 год високосный. И стоит ли доверять суеверию, вам расскажет Лиза Рубцова. Ах, я играю на гармошке у прохожих, на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. Грустная песенка «Крокодила» и «Гена» известна всем с самого детства. Кто не печалился, что любимый праздник бывает так редко? Но интересно, что бы сказал друг Чебурашки, если бы узнал, что иногда день рождения бывает еще реже? У меня день рождения 29 февраля. Мне очень нравится мой день рождения, потому что он особенный. Ни у кого из моих друзей, близких нет день рождения в это число. Ты чувствуешь себя особенным? Я себя чувствую особенным, потому что я очень счастлива, у меня все получается. 29 февраля бывает раз в 4 года. Лишь один из полутора тысяч человек рождается в этот редкий день. Во всем мире таких людей меньше 5 миллионов. Если считать их возраст по днем рождения, то все они получаются в 4 раза младше своих сверстников. Когда ты обычно празднуешь свой день рождения? Я его праздную 1 марта, но в этом году есть 29 февраля, так что я буду праздновать его в этот день. Мама с папой шутят, что можно сэкономить и праздновать день рождения только раз в 4 года. Так откуда же раз в 4 года берутся лишние сутки? Для того, чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить, что год – это полный виток нашей планеты вокруг Солнца. Всем известно, что он совершается с Землей за 365 дней, но оказывается, в этом есть небольшая неточность. На то, чтобы обойти вокруг Солнца, Земле требуется не ровно 365 дней, а 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Постепенно эти лишние минуты, секунды и часы скапливаются в лишние сутки. И поэтому раз в 4 года появляется дополнительный день – 29 февраля. Год, в котором есть 29 февраля, называют Высокосным. Название этого пришло к нам из Древнего Рима. Календарь тогда был совсем другим. Лишний день прибавлялся не в конце февраля, а в середине и назывался дважды шестым. По-латински – bis-sectus. В нашем языке такое название трансформировалось сначала в висикос, а со временем – высокоса. На Люси к Высокосному году относились с опаской. В этот год старались не жениться и начинать новых дел. А 29 февраля Касьяна в день был один из самых опасных и демонических дат в календаре наших предков. В этот день даже нельзя было выходить из дома. Считалось, что так можно накликать беду. В этот день, именно 29 февраля, оберегали скотину, потому что боялись, что он, Касьян, мором заморит всю скотинку-животинку и будут все болеть. Потом считалось, что Касьян держит в своей власти много-много ветров, и если он напустит ветра на землю, будет всем плохо. А вот древние славяне считали, что Высокосный год самым благополучным и успешным. Хотя у них 29 февраля было злодейской датой. В нем Каще, да-да, того самого Костлявого и Бессмертного. Он покровительствовал страху, горестим, бедам и полезным. Для того, чтобы прогнать злодея в темный мир, в ночь на 1 марта нужно было голой рукой раздавить яйцо. Все считали, что именно в нем смерть Кащеева. Вы думаете, так просто? А вы попробуйте сами. Если же разбираешься с научной точки зрения, то в Высокосный год случается больше аварий и происшествий только потому, что в нем больше дней, чем в обычном. А в остальном он такой же, как и любой другой. Ну, разве что учиться приходится на один день больше. Впрочем, для прогулок, добрых дел и радостных встреч в Высокосном году не то же больше, чем обычно. Специально для детских вестей Лиза Рубцова. Сказка о золотой рыбке, о царе Салтане и о золотом петушке, знакома всем нам с детства. А вот что вы знаете об их авторе? Великом писателе и русском поэте Александре Пушкине. 10 февраля был день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Мы решили узнать, что помнят о нем ульяновцы. Что вы помните о Александре Сергеевичу Пушкину? Прекрасный поэт. Он, Пушкин, приезжал к Языкову, к поэту, и там озеро, ну, пруд. И там он посадил ель. Он был женат на Наталье Гончаровой, потому что он родился в России, был убит на дуэли, написал много стихов. Его читают на китайском, на еврейском, на английском языке, на всех государствах читают. А вы знаете, какие он произведения писал? Конечно, мы с детьми регулярно эти произведения читаем и разучиваем наизусть. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как гений чистой красоты, как... не дальше помню, не помню уже. При девице под окном пряли поздно вечерком, как бы я была царица, старше молвила сестрица, я бля батюшки царя, и не помню дальше. На лукоморье дуб зеленый, золотая цепь надубитом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, пись заводит налево, сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Чем хороши мультики от лаборатории мультфильмов? Из них всегда узнаешь много чего нового и интересного. На этот раз ребята нам расскажут об одном из самых интересных мест нашей области – Ундерах. В давние-давние века на месте Волги и нашего города плескалось древнее русское море. В нем обитали ихтиозавры, рептилии, вернувшись к жизни в водной среде. Хищные плеозавры были прекрасной способной жизнью в водоемах, хотя им приходилось вынимать на поверхность, чтобы вдохнуть воздухо. Гигантские плеозавры были хищниками и питались морскими лептилиями. Белемниты – отряд вымерших головоногих моллюсков. Эти хищники хорошо плавали, имели плавники, крупные глаза, роговые челюсти и чернельный мешок. У афтальмозавра глаза занимали почти все пространство в черепе, и это позволяло им охотиться в телесе. Представители рода ундерозавров – это крупные ихтиозавры длиной до 6 метров с массивными челюстями и мощными зубами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Люди любят, когда у них появляется самомнение, когда они уже могут как-то за себя постоять. Любовь – это когда мы друг к другу обращаемся тепло, добрыми словами. Это похоже на дружбу, но намного сильнее. Я не знаю, любовь – это хорошо или плохо. Любовь всегда побеждает зло. Любовь спасет мир от ненависти, от зла, потому что это искренне важное. Это должно быть всегда. Если люди будут любить друг друга, то мир станет лучше. Любовь – это больное зачарование. Она может тебя выбить из клея. Когда человек слишком привязан к другому, то это не очень хорошо, потому что он забывает про других, окружающих его. С любовью нельзя играть, потому что все может закончиться очень и очень плохо. Я думаю, что это нельзя увлекаться любовью. Я не знаю, что такое любовь. Ну, одна девочка у нас олюбилась у одного мальчика, и она просто постоянно о нему заботит, сам к нему пристает постоянно, а он от нее хочет отпрыгнуть. Он мне каждый день приносит конфеты с авиацией и на какой-нибудь праздник дарит подарки. Подходит, часто что-то спрашивает, он, типа, нервничает, например, коленками дергает. В таком возрасте, в маленьком, можно влюбиться, только если, ну, не прям влюбиться-влюбиться, но по-дружески. Сначала учеба, потом любовь. Праздник День Святого Валентина – незабываемый праздник. Люди, любите друг друга, не забывайте сами о себе и всегда уважайте тех, кто рядом с вами. Чёплая зима возвращается. С сегодняшнего дня молозы опять прячутся. Не одевайтесь слишком жалко и следите, чтобы ваши ноги не помокли. Гуляйте побольше, тогда вам никакие простуды не будут страшны. С вами была, конечно, на ла-лау. Хороших вам выходных!